Друзья, привет, привет! Очередные у нас сегодня покатушки, выехали сегодня у нас 5 автомобилей Каптюр, L200, Неваз, Девятка и мой автомобиль. Приехали в карьер, тут проводились когда-то соревнования, сейчас ямочки уже не те. Если вы хотите поучаствовать в наших покатушках, в личке там, в комментариях или под видео, есть мои данные, пишите, я вас добавлю в группу Viber, но особенно кто в Оренбурге живет, пожалуйста, приезжайте, участвуйте, проводите с нами время. Мы начинаем, а вы смотрите, вам приятного просмотра. На камеру, конечно, не передается, но по крену, смотрите, автомобиля, в принципе, можно понять сложность всей этой трассы. Я стою наверху, Евгений показывает направление проезда. Вот здесь вот очень глубокая яма, ребята. Смотрите, аккуратный спуск потихонечку выезжает. Мы решили, что нужно именно потихонечку ехать. вывесить на поверхность. И вот таким образом вот эта трасса будет у нас, вот смотрите, на трех колесах. Сейчас автомобиль встал в диагональное вывешивание. Скажу сразу, дифференциалы заблокированы. Не знаю, как пятидверные. Я думаю, что автомобиль на этом и останется. Чего, Егор, назад не едет? А все почему? Колесо у нас вывесилось. Очень сложная трасса. У тебя другую траекторию возьмет, попробует. Ну вот, нормально. Очень удобно с такой камерой работать. Приближать удобно. Евгений у нас занимается профессионально, оффроудом, ездит на соревнованиях. Опять автомобиль спустился и, как я понял, опять встал в диагональ. И сейчас нужно будет выехать налево, на подъем, да. Примерно так. Ну, смотрим. Ну, молодец. Л-200 пока двигается. У нас решила боевая девятка. Попробуйте. Как мне кажется, она даже карбюратор. Все. В диагональ встал. И автомобиль больше у нас не едет. Так. Ну, человек, конечно, решил серьезно проехать. Вот здесь уже легко. Выезжает. Здесь нужно аккуратно съезжать. Богор очень. У него клиренс позволяет. Посмотрим. Но у него сзади самоблок стоит. То есть, автомобиль встал, опять же, в диагональное вывешивание. Переднее левое колесо повисло. Но все равно, смотрите, получилось с него съехать. Тут нужно немножко ходом проехать. Резина Максис. База длинная. И очень тяжело здесь проезжать. Короткая Нива приезжала. Очень проблематично. Но на длинной базе, конечно. Но все равно, человек, не сдается. Пробует. Трасса, ребята, очень и очень сложная. На самом деле. Приезжайте, пробуйте с нами. Оно на камеру, конечно, не передается. То есть, спускается. Он что, выезжает? Нет, он уезжает. Уезжает, да? Не будет. Понято. Ну, правильно. Очень сложно проехать. Поэтому лучше, конечно, выехать. Егор решил по новой трассе. Смотрите. Спуск. Машина встает. Страшно, конечно. Можно перевернуться. Ну, нет, нет. Смотрите, нормально. Спустился. Так, сейчас потихонечку попробует выехать. На длинных базах, ребята, мы даже не знаем. Л-200 отказался от такого маршрута. Нет, назад давай. На короткой базе еще вроде автомобиль едет. Ближе на него лазить, да. Ровно, ровно. И потихоньку. Ну, выезжает. Порогами, в принципе, не цепляет автомобиль. И выезжает. Легко попробовал. Там же на девятке. Потихонечку. Ну, наверное, да. Потихоньку, наверное, не зайдет. Л-200 на Максисах. Ох, фаркопом. Фаркопом. Длинная база. Фу, и пыльно, ребята. Так, Л-200. Пытается спуститься по тому же маршруту. Конечно, вот как я смотрю, камеры не передают всю сущность, все эмоции. Сегодня у нас обещали дождь. Прям хороший. Мы думали, приедем, хоть побуксуем. Посмотрим, как блокировочки у нас работают. Но, как обычно, прогноз погоды нас обманул. Ну, до бампера прям отлично проходит. Проходит. Но, сзади все оно фаркопом цепляет. Пробуем здесь посмотреть, встанет ли в диагонали автомобиль. Нет, не встал. Проехал спокойно. Пониженная. Так, смотрите. Сейчас спускается. Мы все хотели, чтобы он вывесился. Да, 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 да. Вот так. И. Во. Мы решили на подъем потише, помедленнее, потому что человек сейчас спускался и загнул немножко пороги, которые алюминиевые стоят. Вот. Сейчас потом попробую я заехать. Вот, смотрите. Сзади самоблоки стоят. Впереди вроде как у него нету. Пониженное установлено. Переднее правое колесо сейчас вот у него уперся в бугор. И автомобиль пока не едет. О, ты смотри, что. Молодец, молодец. Очень серьезная вот сейчас диагональ для этого автомобиля. Ну, он справился отлично. Пробуем трюк дверную. Самоблоков нету, ничего нет. Сейчас спустился. Встанет в это направление. Ну, и мы посмотрим. Тем правилом, вот сейчас этот автомобиль, если не ходом. Ну, нет, опять же ходом. Другая попыточка. Вот, если так, он сейчас не должен заехать. Только ходом он заедет. А так, без самоблоков, он не должен заехать. Переднее правое колесо упирается. И все, она в диагональ встает, и он не поедет. Ну, вот, все как и должно быть. Что-то не хотят. Вот у тебя так же они не срабатывают. Почему? Может быть, или там момент какой-то... Продолжение следует... 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 Подписка и лайк приветствуются... Так что если есть желание... Или тебе понравилось видео... Обязательно поставь лайк и подпишись...